Спасибо большое, Наталья Владимировна. Я просто хотела напомнить всем о том, что с начала года вопиющие случаи, произошедшие в семьях, оно не просто взбудоражило наше общество, оно также показало, что в итоге большая часть семейного насилия остается безнаказанной. То есть получается, если дома избивают, издеваются, вот последний случай в Сузаке, который был прям показательным, и если бы случайно это видео не вылилось и не было бы в общественном таком видении, то есть если бы об этом люди и не узнали, все таким же образом повторно уже замялось бы. Очень много таких инцидентов происходит. Я, кстати, хочу обратиться к представителям правоохранительных органов, спросить, вот в Соколукском районе, вот в новостной ленте вышла, была изнасилована 14-летняя девочка, полгода продолжается следствие, насильник живет в том же селе, проходит мимо, Соколукское РОВД ищет его, соседи его видят, родители этой девочки видят. Вот сколько таких случаев по отношению к девочкам, девушкам, женщинам у нас происходит. Почему об этом должны кричать с трибуны депутаты, почему об этом должны писать журналисты, почему мы должны это освещать до того, пока правоохранительные органы обратят внимание. Вот именно такие случаи, они и говорят о том, что мы в итоге приходим. Большое спасибо нашим коллегам Исхакат Баевич, Наталье Владимировне, что вынесли на комитет, что как инициаторам этого законопроекта ужесточение должно быть. Намного сложнее ситуация в регионах. Если в городе еще как-то это обсуждаемо, а в регионах пока это не выйдет где-нибудь в видео, это хорошо еще век соцсетей, у нас есть ютуб, интернет, и все это как-то выплывает, и мы об этом знаем. А если бы мы про случай в Сузаке не знали бы, чем бы это закончилось? Повторным избиением, и как в январе было, сколько убийств было, в итоге женщина, которая самооборонялась буквально месяц назад, ее приговорили и посадили. То есть у нас женщины и себя защищать не могут, и отомстить не могут. Превышение самообороны депутатов у нас не работает, вообще не работает. Почему? Или потому что у нас практически большая часть милиционеров мужчины считают, что эта женщина, она заслужила этого, да? Вот так они ведут следствие, и потом в суде это все разваливается. Либо просто-напросто, извиняюсь, представители правоохранительных органов, по изнасилованию. Если бы она сама там мимо случайно не попалась, бы изнасилования этого ребенка 14-летнего не было. Либо это вы так воспринимаете, и общество так редактирует. Либо в итоге, в случае Сузаки, вы посмотрите, они дают интервью в Акипрессе, говорят, семья разделилась на два. И у нас такое понятие, или мне дай, семья со стороны мужа говорит, не позвольте нас. То есть быть опубликованным в СМИ, это им более стыдно, чем то, что практически он может убить эту женщину. Вот таких вещей в каждодневной нашей жизни происходит очень много. Наши женщины не защищены. Я, уважаемые коллеги, я благодарю, что вы вносите это на заседание комитета. Я думаю, на палате это должно обсуждаться. Я бы очень хотела попросить, пока не будет ужесточения, так же, как и с педофилами у нас такая же ситуация происходит. Пока не будет ужесточения, реакции не будет. И некоторые наши коллеги, мне очень стыдно, в парламенте говорят, что женщина сама виновата. Это вообще, это уже уровень, я не знаю даже, как это правильно назвать, это уже уровень деградации, когда в итоге женщину обвиняют. Мы понимаем, что часто там говорят, вот она там финансово зависимая. Есть и финансово обеспеченные женщины, которых избивают мужья, высокопоставленные чиновники. Есть и образованные женщины, которые тоже, это не всегда уровень образования или социального статуса. Зачастую такие вещи происходят вот рядом в соседних наших домах. И пока такой закон не будет принят, реакции не будет. Это помните, как законопроект о запрете регистрации Никея несовершеннолетним. Пока его в парламенте все депутаты не поддержали, это не прекратилось. То есть нужен законопроект, и такой серьезный, ужесточающий законопроект, они нужны, чтобы остановить это насилие. Я очень надеюсь, что он будет принят. Я надеюсь, там еще какие-то вещи есть, которые, да, надо обсуждать. Может быть, где-то правительство, министерство внутренних дел еще как бы со своими дополнительными предложениями придет. Но я просто хочу попросить к нам, к женщинам-депутатам, у нас есть форум женщин-депутатов, обращается очень много женщин. Они боятся об этом говорить. И они просят ужесточить, потому что есть родственники, есть знакомые, есть друзья. И вот это вот элемнедейт, оно останавливает очень многих. И я думаю, если бы это коснулось ваших дочерей, ваших сестер, ваших мам, ну я не знаю, я надеюсь, вы бы до такого уже не допустили, никто из вас. Пока лично каждого мужчины не коснется, он не обращает внимания. И только до такой ситуации, когда доходит, когда его сестру избьют, его маму, и изнасилуют или еще что-то, только тогда идет у нас в обществе реакция. А до тех пор, говорят, говорят, потом вот сузак, неделя прошла, месяц прошел, потом забыли и пошли дальше. Так не должно быть. Не должно быть, чтобы каждый из вас это пережил на себе. У вас у всех растут дочери, нет гарантии, что в ваших окружениях таких ситуаций не будет происходить. Поэтому пока вы являетесь депутатами, пока мы являемся депутатами, пока вы являетесь представителями правительства, и такие вещи надо поддерживать. Закон должен быть принят, законоправитель должен быть принят, он должен работать, нужно защищать. Дай Бог мы доживем до такого уровня гендерного равенства, как некоторые говорят, что женщина мужчин избивает, почему вы не говорите о них. Дай Бог, чтобы у нас действительно баланс был во всем. Пока такого нет, пока только женщина страдает. Спасибо. Спасибо. Алмазбек Кадырмаевич, пожалуйста. Мы, в принципе, согласны со всем. Но есть определенные юридические тонкости, касающиеся, вот мы говорим по 75-ю статью всего лишь, мы не против, мы наоборот только спасибо говорим. Мы с вами на эту тему очень много общаемся и говорим. Что касается конкретного случая по Соколокскому району, можно мы вам дадим дополнительно в письменном виде информацию? Хорошо? Почему? Потому что вы озвучили сегодня вопиющие факты, на которые мы должны незамедлительно среагировать. На самом деле, если, грубо говоря, этот насильник, малолетние девочки ходят спокойно, и к нему никакие меры не принимаются, значит, мы должны понести ответственность должностные лица из, как вы сказали, Соколокского рода, которые проводят расследование. Алмаз Мерзай, вот проблема именно в том, что почему мы должны, депутаты, об этом вам говорить? Это же их, это же работа непосредственно правоохранительных органов. Этот случай был зарегистрирован. Почему после того, как парламент, депутат парламента это выносит, вы сейчас говорите, это вопиющий факт. Вот сейчас Соколокская РОВД, которая будет это слышать, надеюсь, они сегодня вечером поедут в это село, вытащат этого насильника, изверга, и заставят его понести ответственность перед законом. Почему после того, как мы озвучиваем, вы реагируете? Почему правительство работает в режиме пожарника? Почему пока общество не поднимает, потом только идет реакция? Почему по закону все не должно работать так, как должно быть по факту? Вот меня это больше всего возмущает. Я позвоню, или пока замминистра МВД не позвонит, эти вещи на контроль не берутся, не решаются. Они сами по себе там в РОВД об этом не догадываются? Или должна быть изнасилована сестра начальника Соколокского РОВД, чтобы это быстро решилось вечером? Или кого-то из высокопоставленных чиновников, чтобы пошла реакция? Проблема именно в этом, и в обществе вопрос о социальной справедливости по этому поднимается. Пока не озвучили, реакции нет. Я знаю, что вы человек очень ответственный в сфере последних событий. Я знаю, какая у вас личная реакция на многие вещи. Но здесь у меня вопрос к самой системе правоохранительных органов. Спасибо. Спасибо.